Сегодня Кипр, нечасто появляющийся в выпусках мировых новостей, превратился в главного ньюсмекера, на которого с тревогой смотрят в разных уголках планеты. Маленький остров с населением около миллиона человек и репутацией офшорного рая заставил нервничать все крупные биржи. Их индексы упали, цены на нефть тоже в курсы валют начали скакать. Причиной тому стали условия, на которых Евросоюз и МВФ согласились спасти Кипр от банкротства. Стране выделят 10 миллиардов евро, если она введет разовый налог от 7 до 10 процентов на все банковские депозиты. Чтобы владельцы счетов, а среди них немало россиян, не бросили снимать деньги, банки закрыли до четверга. Это, естественно, вызвало волну возмущения. У здания парламента этим вечером собрались тысячи людей. На месте событий находится Гарри Книгницкий. Гарри, что у вас сейчас там происходит? Как обстановка? Александр, сейчас обстановка более-менее спокойная. Сегодня в Никосии, в столице Кипра, прошли сразу три митинга. Первый здесь у здания парламента страны, второй у посольства Германии на Кипре и третий у президентского дворца. Собственно, от немецкого посольства демонстранты двинулись к резиденции президента. Они несли флаги и плакаты с требованиями, главное из которых сводилось к тому, что протестующие требуют проведения референдума. Их не устраивает, что президент страны, как они сами утверждают, фактически беспрекословно принял условия Евросоюза, не попытавшись выдвинуть каких-то встречных условий, не попытавшись вступить в полноценные переговоры. Что было особенно интересно, некоторые протестующие повесили на решетку ворот президентской резиденции российский флаг. Мы не хотим займов от Еврогруппы. Мы ждем помощи от России, а не от Ангела Меркель. Это православная страна, как и мы. Так что мы верим, что она способна сделать для нас хоть что-то. Не все столь же спокойно выражали свои эмоции. Например, была группа молодых людей. Их лица были наполовину прикрыты шарфами. Они буквально кидались на решетку президентской резиденции. Но полиция спокойно наблюдала за происходящим и предпочитала не вмешиваться. Гарри, у вас сегодня появлялась информация, что владельцы солидных счетов, в том числе и россияне, сегодня слетаются на Кипр. Что-нибудь вам известно об этом? Да, вы знаете, Александр, это самулярный вопрос, который мне сегодня задавали на протестных акциях и на улицах. Киприоты вычитали в интернете, что бизнес-джеты с богатыми россиянами на борту прибывают на Кипр. На самом деле у меня нет достоверного подтверждения этой информации. Но неудивительно, почему возникают такие вопросы, ведь ни для кого не секрет, что Кипр очень привлекательное место для хранения сбережений. И в том, почему эта страна пользуется таким успехом у состоятельных россиян, почему они сбирают ее в качестве места хранения своего капитала, и чем грозят события последних дней российской экономики и российскому капиталу, разбирался мой коллега Сергей Морозов. У меня есть тысяч двести. Ну вот, собственно, как это может отразиться на вас, как на вкладчиках? Я думаю, что мы переживем потери, потери в десяти тысяч долларов. Миллиардер Александр Лебедев говорит, что он, пожалуй, единственный россиянин, открыто признающий, что потерял на Кипре деньги. Но он знает, что многие потеряли там гораздо больше и молчат. Может быть, там человек десять из списка форексов попадут на какие-то существенные суммы денег. Есть люди, которые в последние несколько лет очень сильно, как они говорят, обкэшились. То есть вышли в кэш и что-то держали на Кипре. Я слышал об этом. Если изъятие вкладов проводится под видом борьбы с грязными деньгами, то почему Евросоюз остановился на Кипре? Кстати говоря, грязных денег тут почти не поймают. Эти деньги транзитом уходили. Например, все наши преднамеренно обанкроченные банки или разворованные. Недавно Игнатьев это признал. Он сказал, что подавляющее большинство банков банкротов преднамеренно обанкрочены, а оттуда выведены деньги. Деньги транзитом проходили через Кипр. И жулики, к сожалению, или чиновники, коррупционеры там особенно с деньгами не задерживались. Логика Европы была примерно такая. Доставать деньги из своего кармана, чтобы спасти счета русских олигархов, ну нет. Москва, недавно давшая Кипру в кредит 2,5 миллиарда, несколько удивлена тем, как ей снова залезают в карман, да еще присылают в среду министра договариваться об отсрочке долга, потому что его выплачивать тоже нечем. Такое решение в случае его принятия будет несправедливым, непрофессиональным и опасным. Взять 10% самых богатых, а с остальных почти 7, пишут, что президент Кипра рассчитывал обойтись меньшими жертвами. Но Евросоюз пригрозил ему банкротством всей экономики. И вот банки Кипра закрыты до четверга. Россия замерла в ожидании. Еще бы, там же лежит столько российских денег. Это всегда было поводом для улыбок. Кто больше всех инвестирует в Россию? Кипр. 78 миллиардов долларов накопленных инвестиций, при том, что ВВП самого Кипра всего лишь 25 миллиардов. Было понятно, что прибыль уводится из России через Кипр и возвращается в виде кредитов. Теперь оценим возможные убытки России. Депозиты российских граждан от 8 до 35 миллиардов евро. Вычитаем десятую часть. Российские корпорации держат на депозитах в кипрских банках 19 миллиардов долларов, данные агентства Мудис. Из того же источника депозиты российских банков на Кипре 12 миллиардов долларов. Но и это еще не все. Российские банки давали кипрским компаниям кредиты. По сути, скрытое кредитование отечественных компаний. Это еще 30-40 миллиардов долларов. Много. Это примерно пятая часть собственных капиталов всех российских банков. Понятно, что выплаты по этим кредитам будут заморожены, пока банковская система Кипра пребывает в коме. А ведь Владимир Путин еще в 2002 году предупреждал. Я прошу меня извинить за простоту выражений. Замучайтесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства. И вот только в России заговорили о том, что пора выходить из офшоров, как Кипр бросился доказывать. Да, пора. Диавширизация применительной к Кипру может начаться, потому что не факт, что те меры, которые предложены, спасут кипрскую экономику и кипрские банки. Теперь с Кипра, вероятно, многие уйдут, только не обязательно домой. Не думаю, что стоит ожидать поспешного возвращения этих средств на счета в России или так называемой диавширизации, потому что в большинстве своем Кипр использовался как центр расчета российских компаний с Евросоюзом. И, соответственно, будут искаться другие юрисдикции. Возможно, это будет Люксембург или британские Виргинские острова. Мы беседуем с Игорем Плетаевым, нашим экономическим обзревателем, и я хочу спросить вот что. Игорь, Кипр же, в принципе, такой маленький, и вдруг из-за него падают мировые биржи, и наши в том числе. Почему? Ну, наши, как говорится, испугались понятно чего. Через кипрские компании управляется большая часть нашего бизнеса, в том числе крупных компаний. Ну, что интересно, по вкладам на Кипре лидируют вовсе даже не россияне, а британцы. У них там лежит 30 миллиардов долларов. И сегодня британский министр финансов Джордж Осборн заявил, что Лондон выплатит компенсации только дислоцированным на Кипре военным и чиновникам, а остальные могут рассчитывать только на собственные силы. И теперь на рынке растут опасения, что действия кипрских властей могут дестабилизировать европейскую банковскую систему и вызвать новый виток кризиса. Вкладчики других проблемных стран, вроде Италии, Испании, могут в массовом порядке направиться в банки и вынимать, собственно говоря, свои деньги оттуда. Похоже, Кипр не спасет даже отмена уже объявленного решения. Тогда он останется и без денег, и без репутации. Я думаю, что многие инвесторы, включая российских инвесторов, будут очень сильно нервничать. И действительно, Кипр понесет серьезные потери в результате этого решения, даже если оно не пройдет. Из-за каких-то 7 миллиардов долларов Европа погубит веру в банковскую систему по всему миру. Такой мрачный прогноз делает миллиардер Михаил Прохоров. В условиях современной Европы это первый раз, когда за счет вкладчиков были решены вопросы управления государственными финансами. И рекапитализации банковской системы. Это позволит, на мой взгляд, спровоцировать систему недоверия. Не забывайте, что на доверии строится современная банковская система. И бегство мирового капитала из одной страны в другую определяется в основном доверию и стабильностью финансовых систем тех стран, где капитал обслуживается. Скорее всего, вслед за россиянами и британцами деньги из банков Кипра выведут и сами киприоты. Как после этого будет существовать экономика острова – большая загадка. Боюсь, что после того, как они это решение внедрят в жизнь, намного станет хуже с экономикой Кипра. Потому что, конечно, не только россияне, но и киприоты перестанут верить банкам. Для них открыты все двери. Следовательно, для их денег все двери открыты. Как будет дальше жить кипрское правительство, я не знаю. Вывод прост. Если много лет тратить непосредством, то в конце концов остается выбирать между разорением быстрым и разорением медленным. Правительство Кипра пока выбирает второго.